Пресос Хочу вам пару слов сказать про фильм Чёртс Есть такой фильм, мне кажется очень даже удачным Но в всём таком случае Довженко действительно гениальный режиссёр Снял шикарный фильм Он действительно заслуживает Как режиссёр Массу похвалы Обращаю ваше внимание, что фильмы Довженко изучают Все будущие режиссёры Для чего? Потому что Довженко впервые за всю историю Использовал очень много режиссёрских подходов И сейчас изучившие режиссёрские подходы Можно снимать блокбастеры Не изучив, не снимешь Очень часто бывает вы смотрите фильм Сюжет нормальный Никакой, слабый режиссёр А Довженко действительно снимал классно Надо надёжно И фильм Чёртс получился шикарным Ссылочку я здесь сделаю Что касается фильма Чёртса, есть такой миф Что идею снять фильм Чёртс Дал Сталин В 1935 году он вручал Орден Ленина и Чёртсу сказал Не хотите ли снять фильм про украинского Чапаева Есть альтернативное мнение Никто же не присутствовал тогда на этой встрече Что это Довженко попросил у Сталина Можно ли снять фильм про украинского Чапаева Есть третье мнение Которое изложено уже как бы в официальной Биографии И в официальных воспоминаниях Довженко написал, что да Он смотрел фильм Чапаева Ему очень понравилось И он захотел снять фильм про украинского героя Потому что посчитал, что в Украине тоже много героев Гражданской войны Вот такая официальная мнение Что там было сложно сказать Но факт встается фактом В 1939 году фильм вышел на экран В 1941 году получил первую сталинскую премию И после этого имя Щерса стало ужасно популярным Ну, начиная от таких вот картин Это открытка вообще-то Заканчивая знаменитым памятником Который вроде бы как бы стоит в Киеве И сложность к этому все закрыто Я не знаю, сняли его, не сняли Но сейчас этот памятник закрыт Мало того, даже переименовали родной город Щерса Сновск, она же называлась Переименовали в Щерс Но сейчас переименовали 5 снобсов Люди, конечно, довольны Дальше никуда Ну, это так словно Понятное дело Сейчас я же говорю Фильм шикарный Снят замечательно Смотрится на одном дыхании Это действительно факт Причем там очень идеально Выиграется Петлюра Идеально Знаменитые заседания Кабинета Петлюра Ну, шедевр Плюс ко всему Там очень удачно, конечно Представлен Боженко Очень удачно И действительно Такой получается Народный, блинный герой Помирает на руках Побратимов Но, как Не сложно догадаться Реальный Боженко И реальный Щерс, конечно, сильно Отличается от киношного Ну, так само, как и Чапаев Вы знаете, что Реальный Чапаев и с киношным Чапаевым Мало что имеет общего Ну, скорее всего Действительно Щерс был Неплохим командиром Потому что Карьерный рост Сделал головокружительный Вообще Надо напомнить Что он был поручиком Царской армии Хотя вышел С самых низов Вообще Он семьи Из железнодорожников Это факт И Вначале Он примкнул К левому СССР Это вполне нормально Популярно А уже До этого Конце 1918 года Стал членом Коммунистической партии Обращаю ваше внимание В архивах Не сохранилось Его заявление Нет четкой даты Когда он стал Коммунистом Это тоже интересно Но коммунистом Как бы было Это факт А дальше Действительно Сделал головокружительную карьеру Чтобы правильно Понимать 20-летний 20-летний человек Не 100 Не 20-летний Он Так сказать Трух его Приводит Так званую Украинско-повстанскую армию Объясняю Тогда Была идея Большевиков Вполне логичная Создать На территории В данном случае РФРСР Повстанческие армии И с помощью их освободить Украину От Соответственно Гейтмана Скорпадского А дальше Произошла революция В Германии Как вы помните И действительно Украинская Освободительная Она даже называлась По-моему Украинская Повстанческая армия Начали успешно наступать И в том числе Был полк Действительно Которым командовал Щерц И полк Действительно Назывался Имени Богуна В фильме тоже показано Причем там В фильме шикарно показано Как они сражаются На фоне картины Богуна Но мне что-то кажется Что здесь Боженко Как бы хотел показать Что Щерц И Богуна Такой же самый Босяк И бандюг Ну смотрите Действительно Карьеру он сделал Очень быстро Командир полк Кудин бригад Потом куры Дивизии Ух Но скорее всего Конечно Методы его управления Были далеки От Идеальных Мало того Боженко Это действительно Был командир Бандитского отряда Самый серьезный Я не шучу Ну вы сами понимаете Что В то время Много было таких Добровольческих Самостоятельных формирований В том числе Боженко В том числе Действительно Он проводил Такую политику Он самый главный Да Такой знаете Атаман 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 Да Действительно По этой причине Почему некоторые говорят Что Щерц С Боженко Задружились Может быть В любом случае Я так понимаю Что в то время Действительно Беспредела Фотал Помните В фильме Есть Знаменитая Такая Сцена Где в оперном Театре Боженко Выступает с пулеметом Помните Шикарно Сня Так Сразу Должен сказать Что действительно В Киеве Когда комендантом Киева был Щерц Такое было Но было Конечно Не такое романтичное Было все очень просто Действительно Щерц Сдал указ Или приказ Конфискации Всего имущества Буржуев И Зажиточных людей Действительно Ходили Что называется По квартирам Отбирали Да Был Насчет Большой театра Был Но там Были заложники То есть Были взяты В залог Родственники И Часть расстреляли Кто не выкупал Вот такая ситуация Вот это Настоящий Но фильм Видите Немножко По другому Снег Но Самое Конечно Смерть В фильме Смерти Щерца нет Он здесь Как бы Сражается Все замечательно В действительности Сложно Понять Что произошло Потому что Щерц Был убит Самое интересное Во время Сражения Но он уже там был Командир 44 Дивизии Красной Армии И эта дивизия Сражалась С Галицийской Армией Была такая Галицийская Армия Но убит был В затылок То есть Пуля Попала Сзади По этой причине Некоторые считают Что убит Был по указанию Троцкого Или точнее По решению РФ Военсовета Может быть Понимаете Слишком самостоятельный Слишком такой Бандитский Он конечно Ну Вы понимаете Это тоже Не очень хорошо Мало то Как только погиб Щерц В определенное время Через небольшое время Умирает И Боженко Тоже умирает Ну умирает Типа Просто умирает Но некоторые Да Тоже был Скорее всего Была зачистка Наверное Действительно Потому что И Троцкий Да и И Сталин Понимал Что надо Вот таких Очень самостоятельных Командиров Убрать Ну а потом Прошло время И действительно Получился Шикарный фильм Хорошая история Биография Так что Можно посмотреть Действительно Хорошая Ну и еще раз Повторяю Что там Действительно Заседание Правительства Клюра Точь Точь Показывает То Что мы Сейчас Наблюдаем В Украине Это факт А вы Эти истории Не повторяются Ох Как повторяются Продолжение следует